Слава Украине! Приветствуем от Полонского! И по поводу водички. Снова по поводу подрыва расистами Каховской ГЭС и связанных с этим проблем. Я уже описывал, какие проблемы ожидают Херсонскую область. Не только Херсонскую, но и сейчас Днепропетровской области. То есть там абсолютно очевидная проблема, связанная с будущим, с проблемами с поливом, которые вызовут, соответственно, впоследствии недостаток зерна для экспорта. Потому что для внутренних потреблений нам более чем хватит. И частично для экспорта еще хватит. Но столько экспорта, как раньше, конечно же, в ближайшие год, два, три не будет. Ну просто потому что пока возобновят всю систему ирригации, это будет время и это будет более дорогое зерно. Надо это понимать. Это первый момент. Ну и влияние на экологию и так далее, и так далее. Влияние на часть Днепропетровской области, которая вот тот же, кто там у нас, Никополь, Марганец, правильно? Они воду брали, Кривой Рог, воду утянули с, скажите мне, с Каховского водохранилища. Соответственно, придется перекладывать трубы и т.д. и т.п. Это все переделывать. Это все проблемы. Да, решаемые, да, не такие уж катастрофические, но эта работа, это деньги. Без вопросов, да, придется что-то выдумывать, как-то выходить из ситуации, строить, продлевать эти трубы до Днепра, до русла Днепра, поскольку они лежали только до зеркала Каховского водохранилища. Ну, вы поняли. Это не все. Это далеко не все, о чем нужно было говорить. И более капитальная проблема, конечно же, это Крым. Вот давайте разберемся с Крымом. Смотрите, Крым питается на сегодняшний день, там процентов на 90, это, конечно же, северокрымский канал. Что бы там ни рассказывали про 9 лет, когда Украина домбила бомбас, а Крым вот так хорошо ему был, потому что он сосал воду из скважин. Действительно, это так и было. Сосали воду из скважин. На сегодняшний день почти все эти скважины, почти все эти подземные горизонты, пустые от слова в общее, там воды осталось ни капли, вообще ничего. Высосали до цурки. Вот. И все брали уже с северокрымского канала. После того, как захватили Каховскую ГЭС. Ну, а сейчас, соответственно, северокрымский канал по своему уровню гораздо выше, чем уровень Днепра рядом с ним. И, соответственно, вода вверх не течет. Все, забудьте. Вот у нас есть видео сейчас северокрымского канала. Можно хоть прыгать через голову, но он сухой, он высох. Все. В северокрымском канале будут, я не знаю, можно будет, я не знаю, проводить съемки. Вот знаете, как в Лос-Анджелесе проводят съемки, там, когда вот автомобиль грузовой носится по Лос-Анджелесу, а там такая, такой слив у них огромный, типа канала сухого, бетонного. И там носится этот Шварценеггер, за ним еще кто-то едет. Вот то же самое можно будет делать. То есть, вот это пустой канал, где не будет воды. Причем не будет воды ровно до того момента, пока не возобновят Каховскую ГЭС, не построят заново. То есть, ну, это 5 или 10 лет. 5 даже, да, вот. Это после того, как начнется стройка, это после того, 5 или 10 лет, с того момента, как Украина освободит все свои земли и начнет это все строить. Вот, надо понимать, от какого момента. Пока там война, даже за это речь не идет. Вы что, пока война, пока есть оккупация Крыма, никто этого строить не будет. Ну, это, это нерационально, этого ничего не будет. Вот так. То есть, вот такая вот ситуация. Сейчас расисты бодро опять рапортуют, но вы же знаете, у них совершенно, у них решения, если не идиотские, то абсолютно идиотские. Вот я, понимаете, вот когда расисты что-то говорят, ты просто другой раз ждешь, отчего они сморозят, да? Потому что, ну, умного от руководства у них ожидать, это просто, знаете, ну, это абсурд. Вот. То есть, ждешь очередного, ну, нонсенса. И вот они выкатили, говорят, ерунда. Ерунда, это все. Да, в Северокремском канале воды нет. Хорошо. Значит, в скважинах воды уже нет. Замечательно. Знаете, что они сказали? Ничего страшного, говорят. Мы, говорят, будем собирать дождевую воду. Вот. И будем возить воду в зажигалках. Ой, извините, в бутылках. Охренеть. В бутылях они воду возить будут. По Крымскому мосту, которого не будет. Честно, я, когда это все услышал, я, честно говоря, я сначала еще раз, знаете, взял, пошел же палочки ушные есть такие, знаете, беленькие такие. Тут ватка на конце. Думаю, наверное, уши не чистил. Пойду-ка, я, думаю, все-таки почищу уши, еще раз послушаю, что они говорят. Сделал так. Потом, значит, взял, ну, эту палочку в другую руку и сделал вот так. Вот так сильно тер. Почистил, выкинул палочку в мусор и пошел слушать, что опять морозят в Кремле. Так говорят, да. Мы, говорит, будем возить воду в зажигалках. По Крымскому мосту. Значит, Северокрымский канал они подорвали, считай. Теперь, говорят, по Крымскому мосту будут возить, которого не будет. Ну, во-первых, сколько можно перевезти этих бутылей. Вы вообще представляете, что такое возить бутылированную воду и сколько это будет машин и сколько это... Даже если Крымский мост, случится чудо и он не упадет, да. Вы вообще представляете, сколько это будет машин нужно, чтобы удовлетворить нужды той же военной базы, которая там находится и т.д. Ну, это мразм, это идиотизм, это такой махровый идиотизм, который нельзя сравнить с другим идиотизмом. Потому что он, идиотизм темы, ну, намного более такой обширный, красивый, такой хороший идиотизм, да, в общем-то. И он обширнее любого другого идиотизма, который мог сморозить любой другой идиот. Но когда российская приемница что-то морозит, оно морозит уже, значит, такое, что морозит вообще, да, красиво. В общем, сморозили, рассказали, что будут возить воду в зажигалках по Крымскому мосту. Ну, а если он упадет, соответственно, они придумали другую вещь. Значит, они ставят на вот том краю, что с одной стороны упавшего Крымского моста, катапульту. Знаете, вот такую деревянная штука такая, которая кидает что-то вверх. Вот, а с другой стороны катапульта-приемник такой будет стоять. Сетка очень большая такая, да, очень большая, куда, значит, нужно будет попадать с катапульты. Вот, и, значит, только они привозят этот, значит, бутыльки с водой, ставят туда на катапульту, перегружают на катапульту. И потом только тю-а-папею и полетел, значит, полетел и в катапульта-приемник. Ну, и при хорошей погоде будет долетать, обязательно. Но не против ветра, против ветра летает плохо, вот бутыльки не долетают, обычно разбиваются, падают в воду. Или падают на проходящие мимо корабли И получается, короче говоря, ерунда Вот такой вот способ Они придумали, значит, снабдить Крым водой А о чем это всем говорит Если так вот подытожить Говорит это о том, что в Крыму воды не будет Все просто Ну, по крайней мере, до того времени Пока он не станет украинским И пока не будет найдено решение Там, видимо, какие-то мощные насосы в районе Коковки Ну, до того, как До того, как будет Через 10 лет Будет построено опять Коковская ГЭС будет возобновлена Реставрирована В том или другом виде, не знаю как Вот, то есть вот так вот, ребята А это что значит? А это значит, что в Крыму уедут все По наехе, потому что воды нет и не будет Ну, а без воды же, вы сами понимаете Ерунда Причем вот эти нормы Они еще сказали, что у нас будет нормирование воды Там в Крыму, бла-бла-бла Даже если предположить себе, что Украина Крым не освободит И что они там остались Ну, сколько этим нормированием воды Каждый раз будет меньше, меньше Сначала будет вода там 2 часа в день Струечком Потом струечком Такой чуть-чуть ниточкой Такой, да Потом уже будет час в день Потом час в неделю Потом, значит, будет там На такое население огромное Потом будет 15 минут в месяц вода Короче, блядь сумасшедшего Вот, фактически останутся в Крыму те Кто способен пережить маловодие Вот такое Вот, ну, отсутствие Вот, не полное отсутствие воды Ну, скажем так Кто способен прожить с водой Количеством воды на 90 Или там на 95% меньше Чем у него было ранее Правильно? Только крымские татары Вот они смогут Они смогут У них, в основном, они живут в частных домах Там есть колодцы Как-то где-то что-то Вот с этих колодцах Они что-то Скважины У кого что? Я там не знаю Вот с этих скважин Они что-то будут еще качать И они дотянут Пока Украина освободит И пока Собственно говоря Проблема воды в Крыму Будет решена другим способом Или образом Ну, а вот по наехе Как говорится Я вам всегда Что рекомендовал Текайте из Крыма До начала наступления Украины Крымский мост Упадет И потом Когда Крымский мост Упадет Ты Упадет В воду Упадет В смысле Да? Упаться будет Останется способ Сбежать из Крыма Только одним Как говорится Видом Это паромом Вот этих паромов Есть только 6 штук Это в лучшем случае Когда все 6 работают Они небольшие И вот Кто успеет На вот оставшихся Целых паромах Дать дёру Тот успеет Кто не успеет Пацаны Я предупреждал Слава Украине Крымский мост